МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И продлится до 31 декабря. Этот призыв для нас является особенным, призывная компания особенная. В связи с тем, что в конце июля месяца мы и с ремонтом военного комиссариата, основного здания военного комиссариата, где мы находимся, по юридическому адресу на улице Союзный дом 1, мы передислоцировались в здание бывшего гарнизонного дома офицеров на улице Маршала Жукова, 26, и всю деятельность военного комиссариата в том числе и по призыву, мы осуществляем на новом месте в условиях, которые, в принципе, позволяют выполнять все задачи. Я должен здесь сказать спасибо главе Одинцовского городского округа Иванова Андрея Робертовича, что очень оперативно создали условия в бывшем здании ГДО для нормальной работы сотрудников военного комиссариата и для выполнения всех задач. Вот это такая основная особенность, что мы на новом месте проводили, в более стесненных, может быть, условиях, чем по основному адресу. Задание у нас на призыв было, как всегда, порядка 300 человек. До окончания призыва осталось у нас две отправки войска призывников. Это 15 и 22 декабря. Но, подводя предварительные итоги какие-то, можно с убеждением сказать, что задание мы выполним и даже, по всей видимости, перевыполним. Поэтому, как всегда, мы были подготовлены к этим мероприятиям призывного характера и документально, и методически. У нас опытные сотрудники, опытная медицинская комиссия. Но все спокойно, все в штатном режиме. Да, все в штатном режиме. И отправки на областной сборный пункт проходят в штатном режиме, подготовленным транспортом. То есть, в принципе, мы потенциально говорим о том, что мы задание выполним. Оценка отличная. И это не может не радовать то, что касается ограничительных мер. Сохраняются ли они? Безусловно. Это тоже одна из особенностей. Но мы с ней уже живем с весны 2020 года. Мы предпринимаем все меры барьерные для недопущения инфицирования как призывников, которые пребывают на издании призывной комиссии, так и сотрудников военного комиссариата. Оборудованы медицинские посты. Мы имеем необходимое количество защитных медицинских средств. Ну, я имею в виду индивидуальные маски, бахилы, перчатки, бактерицидные облучатели, рециркуляторы воздуха, соблюдение социальной дистанции, естественно, одно из тоже основных требований. Но из-за стесненности определенной не всегда это удается соблюдать, особую социальную дистанцию. Поэтому мне порой приходится принимать какие-то командирские меры административные, разъяснять призывникам, вообще посетителям военного комиссариата, что это необходимо, что они должны думать не только о здоровье тех людей, к которым они прибывают на прием, но прежде всего думать о своем здоровье и так далее. Призывники, которые прибывают на областной сборный пункт в день отправки, они проходят обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию в городе Железнодорожное на областном сборном пункте и вообще не попадают на областной сборный пункт здания до тех пор, пока не будет результатов исследований. Значит, в случае обнаружения инфицированного молодого человека изолируется не только он, изолирует вся команда, которая прибыла с какого-то военного комиссариата и отправляется в места постоянной дислокации, где проводятся исследования уже всех остальных на счет молодых ребят и проводятся лечения, необходимые лечебные и профилактические мероприятия. Куда направляются наши ребята? Где они будут проходить службу? Наши ребята традиционно порядка 80-90% остаются служить в пределах Западного военного округа, но это достаточно большое количество областей, регионов почти 20, но из тех 90% большая часть остается служить в Москве и в областях, которые находятся локально, локализованы вокруг Московской области. Но мы, безусловно, стараемся идти навстречу пожеланиям призывников, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек. Мы внимательно изучаем призывника перед проведением вообще призывных мероприятий, перед вызовом его на призывную комиссию и в социальную сферу изучаем вопросы медицинские характеристики. Вот. И мы стараемся, если есть какая-то напряженная ситуация в плане семьи, быта, мы стараемся этих ребят оставить поближе к месту жительства. Есть уже молодые люди, которые уходят в армию и уже обзавелись семьей, у некоторых уже есть дети. То есть это уже нередкий случай? Мы стараемся, да, одним родителем. Ну, безусловно, идем навстречу молодые люди. А есть призывники, которые хотят служить в определенном роде войск? Например, в морской пехоте, в воздушных войсках? Таких призывников достаточно много. Буквально вчера ко мне обратились родители, близкие, одного из призывников, который, ну, обязательно должен попасть был в воздушные инициативные войска. Мечта. Хотел испытать себя, да, проверить, какой он мужчина, где-то воспитать мужской характер настоящий. Вот. Я персонально по этому призывнику обратился к руководству военного комиссариата Московской области. И вот сегодня мне довели информацию, что молодой человек, да, попал в отдельный гвардейский полк связи воздушные инициативные войски, который дислоцируется в Медвежьих озерах в Щелковском районе. Ну, доволен молодой человек, его родители. Дай бог, чтобы у него сложилась хорошо служба. Парень к службе подготовлен. Надеюсь, что все хорошо будет у него. Вячеслав Борисович, отслеживаете ли вы судьбу ваших призывников? Какой процент их остается дальше служить по контракту? Может быть, кто-то выбирает военные вузы после прохождения службы в рядах вооруженных сил? Есть ли такая статистика? Ну, мы вообще занимаемся, кроме призыва, отбором кандидатов для поступления в военное училище. Мы имеем даже определенные задания, которые предписаны нам генеральным штабом, главным управлением кадров, военным комиссаром Московской области. Мы порядка ста молодых людей отбираем кандидатами для поступления в военное училище ежегодно. Кроме того, многие молодые люди, обучающиеся в гражданских вузах, они тоже, проходя через военкомат, медицинское обследование, подготовку определенных документов, поступают на военные кафедры учебных заведений, высших учебных заведений. А те ребята, которые идут служить, вооруженные силы, ну, прежде всего, мы им обязательно говорим о том, чтобы они не теряли с нами связь. Если какие-то возникают у них проблемы, то они немедленно сообщали это родителям, либо напрямую военный комиссарят мне. То есть у нас такая связь и через родителей, и напрямую с командирами, с ребятами, которые выходят на нас, на сотрудников военкомата. Да, мы поддерживаем связь с командирами частей, мы узнаем, как служат наши ребята. Положительные отзывы, мы обязательно стараемся это как-то популяризировать в средствах массовой информации, где-то на каких-то мероприятиях, где проводятся мероприятия патриотического воспитания, и, прежде всего, сообщаем родителям на работу об этом, то их сын хорошо служит в армии. Это приятно, я думаю. Ну, а у тех, у кого не очень хорошо складывается, ну, таких единицы за довольно долгое время мое пребывание в должности военного комиссара, ну, не знаю, человека три или, может быть, пять было за все это долгое время, когда были отрицательные какие-то рекламации на призывника нашего. Но в этом случае беседуешься индивидуально с родителями, они воздействуют каким-то образом на своего ребенка. Но, как правило, все наши привильники служат хорошо, вот, и в большинстве своем, по крайней мере, кто приходит в военкомат, с кем я встречаюсь, говорят большое спасибо за службу, что это была очень хорошая школа и жизнь для них. Хоть и всего лишь год. Вячеслав Борисович, совсем недавно глава Одинцовского округа вместе с вами посетил площадку, где проводится ремонт военкомата. Каковы результаты и какая оценка была дана? Успеют ли строители сдать объект в срок? Ну, я должен сказать, что прежде всего, может быть, многие телезрители и не знают, почему у нас начался ремонт, да. Но, я думаю, всем известно, это прошло и средством массовой информации, и в печатных, и непечатных, и в электронах везде, о том, что министр обороны летом посетил один из военных комиссариатов города Москвы. И, как резюме, было им сказано то, что мы застряли в прошлом веке, а может быть, даже и в каменном веке. То есть, вся страна живет цифровой трансформацией, оцифровываются услуги, оказываются услуги более быстро, чем в настоящее время делают военные комиссариаты свою работу. В связи с этим было заключено соглашение между министром обороны генерал-армией Сергеем Кажугезовичем Шойгу и губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым о взаимодействии между военным ведомством и руководством Московской области по улучшению качества оказываемых услуг органами местного военного управления, то есть военными комиссариатами, переход на платформу госуслуг, оказание в электронном виде услуг, оказание услуг, скажем, в формате МФЦ, это как второе направление, и третье направление уже это личным общением сотрудников военного комиссариата и посетителей, которые пребывают в военный комиссариат. Но для того, чтобы создать нормальные условия для работы в электронном варианте, оказывать оцифрованные услуги, необходимо и модернизировать как-то то здание, помещения, в которых работают сотрудники, потому что построено здание военкомата в прошлом веке, начали строительство в 75-м году, им уже почти 50 лет, и оно создавалось для оказания услуг в другом формате, только в личном общении, в ожидании в очередях, и так далее, и так далее. Поэтому было необходимо и было принято решение такое, что сделать ремонт, реконструировать в какой-то степени здание и создать все условия для оказания услуг в новом формате. Это и электронные очереди, это и табло электронной очереди, это и оповещение через интернет, обращавшийся военкомиссариат, о том, что их услуга отработана, что прийти и получить документ. А некоторые документы в электронном виде можно будет получить, в принципе, не выходя из дома. Определенное количество справок, которые не требуют представления личных каких-то документов, где будет достаточно представления в электронном виде документов, то в этом случае эти граждане будут за моей электронной подписью получать дома результат, не вставая с кресла у компьютера. Давайте посмотрим сюжет, как прошла инспекция с главой. Послушаем, какую дал оценку руководитель муниципалитета. Это здание, хорошо знакомое призывникам, никогда не будет прежним. Одинцовский военный комиссариат стал пилотным объектом федерального проекта цифровой трансформации «Мой военкомат». Вы все знаете, что в июле губернатор Московской области вместе с министром обороны Сергеем Шойгу подписали соглашение о цифровой интеграции трансформации военкоматов. И мы уже как пилотный первый военкомат приступили к этой работе. Мы пытаемся создать атмосферу здесь комфорта, уюта, чтобы призывники не пугались военкоматов, а наоборот здесь получали дополнительную информацию. Здание военкомата было построено в Одинцово еще в 1975 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Масштабная реконструкция идет по графику и должна завершиться к 23 февраля. Впрочем, обновление коснется не только строения, изменится сама концепция учреждения. Многому придется, безусловно, научиться, но не сомнение в том, что реализация нового проекта, она улучшит, скажем так, качество оказания услуг и ускорит обработку той или иной услуги. И я надеюсь на то, что граждане Одинцовского городского округа будут довольны. После инспекции ремонтных работ глава Одинцовского округа и военный комиссар сделали подрядчику ряд замечаний. В частности, строителям предстоит расширить дверные проемы и изменить планировку входной части, чтобы разделить потоки посетителей. Инспекцию, которую проводил на строительной площадке военного комиссариата глава Одинцовского городского округа Андрея Робертовича Иванова, который, кстати, является одним из инициаторов, причем творческих инициаторов некоторых разработок, которые вошли в реконструкцию военного комиссариата. Вот его такая активная позиция и желание сделать, на самом деле, военный комат таким, который способен будет оказывать услуги более качественно и быстро. Его заинтересованность лично, она, кстати, очень помогает в проведении всех этих мероприятий. Вот. И он провел эту инспекцию, в которой принимал я участие. И должен отметить, что те сроки, которые приписаны графиком, они соблюдаются. Уже началась чистовая отделка внутри помещений. Фактически завершено благоустройство территории. И нет, в принципе, оснований сомневаться в том, что к 23 февраля ориентировочно, к Дню защитника Отечества, или, как раньше называли, Дню Советской Армии военно-морского флота, военный комиссариат откроет двери для своих посетителей и будет оказывать услуги совсем в других условиях здания и в других условиях непосредственно оказания услуг. Ведь это очень важно, в какое здание приходит посетитель, гражданин вообще в какое здание приходит. Кто его встречает, как его встречают. И какое впечатление у него сказывается от того внешнего вида, антуража внутреннего и настроение у человека совершенно другое. Ему хочется туда прийти и получить эту услугу. Все знают прекрасно, что военный комиссариат – это тот военный институт, откуда начинается служба мужчины. Ну и женщины тоже у нас служат в армии. И здесь же он и завершает свою службу, пребывая в действительной военной службе, находится в запасе, в отставке. То есть жизнь в основном всех мужчин, мужского населения нашего государства, она в принципе так или иначе до преклонного возраста связана с 18 лет, 17 даже лет, и до преклонного возраста связана с военным комиссариатом. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые приходят в военный комиссариат, они должны приходить, ну, как в дом, в дом к своим приятелям, товарищам, друзьям, где их встретит уют, хорошее настроение, вот, душевные беседы и хороший результат. Вячеслав Борисович, мне бы хотелось еще сегодня поговорить о службе в мобилизационном людском резерве. Это возможность для тех граждан, которые находятся в запасе. Расскажите об этом, какие преимущества теперь у них появились? Ну, как практически почти мы все знаем о том, что служба делится на два периода. Это действительная военная служба или кадровая, да, и служба или переменного состава, как солдат-сержантов, и служба в запасе. Значит, граждане, которые пребывают в запасе, которые годны по состоянию здоровья, по возрасту, есть потребность вооруженных сил в их военно-учетной специальности, они в соответствии с мобилизационным планом предназначаются в определенные воинские части, которые в случае необходимости, в случае в том, когда необходимо выступить на защиту Отечества, они докомпультовывают эти воинские части и идут, скажем, прямо в бой, да, защищать нашу страну. Находясь в мобилизационном ресурсе, предназначенном в ту или иную воинскую часть, гражданин время от времени вызывается на мобилизационные тренировки, какие-то военные комиссариат, время от времени вызывается на мобилизационные сборы, учебные сборы могут, приписного состава и так далее. И находясь в этом ресурсе, никакой, скажем так, материальной выгоды гражданин не имеет. А вот служба в мобилизационном резерве, это то же самое нахождение в запасе, вот только гражданин заключает контракт на прохождение службы в мобилизационном резерве в конкретной части, с конкретным командиром части. В этом случае гражданин, пребывающий в запасе, проходит одна-двудневные занятия ежемесячно, как правило, два раза, и раз в год проводятся месячные сборы. И что я должен сказать, что время нахождения в сборах, оно не уменьшает ни в коей мере заработную плату этого гражданина, она сохраняется, заработная плата. Более того, Министерство обороны компенсирует затраты предприятий, организаций, которые пошли на заработную плату гражданину. Кроме того, ежедневные эти занятия, которые проводятся ежемесячно, они оплачиваются тоже из казны Министерства обороны, и точно так же оплачиваются месячные сборы. И учитывая сохранение заработной платы, плюс идут выплаты за доность и воинское звание, как за занятия, так и за месячные сборы. То есть это дополнительные еще выплаты. То есть вот разница. Можно находиться в манилиционном ресурсе и ничего не получать, а можно находиться в манилиционном резерве, выезжать раз в месяц на свежий воздух, на занятия, проведение стрельбы, тактической подготовки, изучение военного дела, освежение памяти тех навыков, которые получили, когда служили в вооруженных силах мужчины. И плюс дополнительно получают за это еще выплаты. Ну вот я взял специально с собой данные. Ну, к примеру, выплата за год составляет для офицера воинского звания подполковник 156 тысяч рублей, майор 147, лейтенант 120, командир взвода, сержант 85, рядовой почти 60 тысяч. Вот это доплата к семейному бюджету, прибавок к семейному бюджету любого гражданина. Поэтому я бы хотел сказать всем гражданам, пребывающим в запасе, кто желает заключить контракт на пребывание в эволюционном резерве. Мы вас ждем в военном комиссариате. Четыре человека с Одинцовского городского округа проходят в данный момент сборы. В Твери на базе Академии ПВО три офицера, один прапорщик. Они довольны, уже почти две недели находятся на сборах. И на будущий год, после новогодних каникул, мы начнем работу по приему заявлений, подготовке документов для заключения контракта на пребывание в эволюционном резерве. Пожалуйста, дорогие телезрители, пребывайте в военный комиссариат в любое удобное для вас время, в рабочее время с 9 до 17 часов, кабинет 47-48. Спасибо, Вячеслав Борисович, за интересную беседу. И вам спасибо, Мария, что пригласили на это специальное интервью. Всегда буду рад побывать у вас еще раз. Спасибо. Вы смотрели программу специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...